Это реально шоколад Я ее, наверное, оставлю, несмотря на то, что ты, Саша, говоришь, что она проклята Мы будем жить в замке Алло, я Вера, и сейчас я нахожусь в Венеции и буду выполнять смертельно опасный трюк Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное И погнали! Я буду сейчас выставлять руку и посмотрим, будут садиться на меня голуби или нет Я сомневаюсь, что это произойдет, но на самом деле мне страшно И вроде как так люди делают, и они, правда, садятся Я буду молчать Может, мне присесть? Может, вот так надо сделать? Типа у меня что-то есть? Им все равно на меня Ну, подождем, подождем Почему к ней сели, а ко мне не сели? Мамочки, мамочки! Если я так буду орать, то они точно не сядут А он посмотрел, есть у меня там что-то или нет? Ладно, сейчас кто-нибудь прилетит Потом нужно будет помыть руки Ждем Ну, долго еще? Надо было наше мороженое экономить Ты не заметила, что ли? Нет, я заметила, он мне клюнул Точнее, не клюнул, он прям в руку залез Давай еще Это смертельный Ты видел? Нет, он клюнул? Да Давай еще Он не нагадил? Еще А, он на меня сел! Серьезно? Все Давайте Нет, мамочка, я боюсь Блин, мне нужно будет переодеть кофту Ладно, я попробую две руки Ну, давайте Ну, садитесь уже Я не могу больше ждать Спасибо Спасибо О, мой бед Нет Ау, 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 ау На, на вторую На вторую будете садиться, Натя? Смотрите, здесь Ну? У него такие лапы теплые Ну? Да, да, сама Вот здесь Ау Ну все, сразу накинулись Все, достаточно Приятного аппетита вам, голубя Сначала мы с Сашей ели мороженое И мы покормили голубей Прилетела какая-то чайка Начала это все дело забирать у голубей В общем, было весело И мы решили просто остаться здесь на площади Посмотреть, что же будет Если просто две руки вытянуть И без корма попытаться посадить голубей на руку Но к нам что-то никто не подлетал И потом начали подлетать А сейчас, когда закончилась пища Подошла девушка и просто дала в руку мне чипсы И я посадила все-таки голубей себе на руки И они даже поели у меня с рук Ну, в общем, это забавно Но помните, что голуби это переносчики заразы Такие же, как и крысы, например И стоит сходить помыть руки Поэтому я ничего не трогаю И мы идем в туалет Мы сейчас находимся около шоколадного мира Мы проходили по узкой улочки И увидели, что просто сверху стекает шоколад Это реально шоколад И оказывается, что это магазин Различных шоколадных изделий И я так понимаю, что не только Я бы хотела туда зайти И, возможно, посмотреть, что там находится Может быть, мне даже удастся что-то попробовать Смотрите, мне кажется, что здесь есть шоколад с чем угодно Шоколад с орехами Шоколад, может быть, даже с перцем Я не знаю, с чем это Шоколад с писташками Шоколад еще с другими орехами С писташками темный Просто орехи И здесь куча всего интересного Если вы любите сладости То обязательно досмотрите до конца Я думаю, что тут будет что-то интересное Пойдем Сейчас мы находимся уже внутри этого магазина Естественно, мы не могли не спросить у главного здесь Можем ли мы попробовать какие-то вещи И вообще рассказать что-то об этом магазине И снять здесь видео Нам разрешили Сказали, что мы можем попробовать все что угодно в этом магазине И сейчас я буду пробовать всякие шоколадные шедевры, которые находятся здесь Сейчас будет моя реакция на всякие вкусняшки, которые я буду пробовать Это алмон дель лемон, алмон дель капучино, лимончелло Вот это алкогольная конфета А все остальные нет Вот это с лимоном Ну попробуем Блин, это реально очень вкусно Короче, конфета, которая по вкусу напоминает белый шоколад Совмещенный с лимоном Внутри находится миндаль Вверх покрыта все лимонным шоколадом Круто Вот так она выглядит С какао-бобами, да, с перетертыми Внутри находится также миндаль Ну, поздно А, это с кофе, я поняла Я только сейчас почувствовала Я только сейчас поняла, что это кофе вместе с миндалем И покрыто все шоколадом Тоже нереально вкусно Еще я видела всякие разные шоколадные печеньки Еще, типа, какие-то конфеты Типа, как Феррера Роше Или что-то в этом духе Я бы хотела тоже попробовать Пойдем Я хочу с фундуком Это печенька с фундуком Здесь у меня на ладошке Сейчас находятся четыре разные печеньки Я так поняла, что вот это печенька с фундуком Дальше белое, это с лимоном Следующее идет с шоколадом Да? Ты не запомнил? А вот это, это с капучино Начну я с фундука Я на самом деле очень люблю всякие орехи Поэтому, да, я попробую ее первое Короче, внутри вот этого крема Который находится в центре печеньки Там реально есть маленькие орешки Когда я их грызу, я их чувствую Блин, это реально круто Конфета-шоколадка Я бы ее так назвала Потому что внутри типа нутелла Так, дальше я попробую лимон Я не знаю, почему, но лимонные печенья и конфеты Здесь какие-то реально очень крутые Блин, они реально бесподобные Не настолько сладкие, не настолько кислые Они просто идеальные Это просто идеальное сочетание Лимон, шоколад и печенье Это круто Дальше идет печенька с шоколадом Ну, просто посмотри внутрь Там внутри находится реально какая-то нутелла Только она, ну, вот прям шоколадная нутелла Печенье сверху, его не такой большой слой Внутри содержится много крема Короче, мне нравится И последнее печенье, это печенье с капучино Крем внутри белый Такое ощущение, что это кофе со сливками Какое-то латте Блин, это очень вкусно И можно не пить кофе, можно есть такие печеньки Это конфеты с фундуком и с писташками Сейчас я буду их пробовать Так, это, наверное, фундук Снаружи находится печенье А внутри писташковый крем Это, наверное, самые вкусные конфеты, которые я пробовала в жизни Это реально очень вкусно О, Господи Это самые вкусные конфеты, которые я ела Я не очень люблю сладкое Но в этот магазин я бы заходила каждый день Я всем советую, если вы будете в Венеции Обязательно зайдите сюда и просто попробуйте этот шоколад Сейчас мы все еще находимся в Венеции На маленькой улочке И направляемся дальше в сторону машины Чтобы уехать отсюда И со мной произошла какая-то странная ситуация Когда мы выезжали из отеля Нам just a compliment Как комплимент Подарили маску Я не знаю, может быть, так делает владелец Со всеми постояльцами, которые у него Останавливаются Но, в общем, мне было неловко отказывать Пока что мы ее берем с собой Я не знаю Мне кажется, она не предвещает беды Вер, ну вот я не знаю Просто у тебя же у самой было видео Про проклятые вещи Как бы маски могут в себя заключать Там нечто плохое Ну а что мне ее сейчас выкинуть? Блин, я не знаю Ну, конечно, да, выкинуть тоже это бред Ну просто, я не знаю Может быть, скоро там Какой-то карнавал или еще что-то И так принято делать У него так заведено У этого хозяина Ребят, если кто-то был в Венеции Расскажите, были ли у вас подобные случаи Когда вам просто дарили маски или нет? Со мной такое происходит в первый раз То есть мне... А, нет, не в первый раз Во второй Потому что маска деревянная А, он ее подарил друг, типа Ее все-таки тебе специально То есть привез знакомый человек А не просто в отеле подарили Хотя, с другой стороны, та маска Она мне ничего такого плохого не принесла Ты можешь посмотреть видео на канале Я рассуждала на эту тему Когда я нашла кучу какой-то информации Про маски Про то, что они могут быть прокляты Я сняла про это в видео Я оставлю его вот здесь Я тогда рассуждала по этому поводу И пришла к тому выводу Что пока что я ничего не буду делать с этой маской Она как лежала, так и лежит у меня сейчас дома И со мной ничего такого страшного не приключилось То есть я не почувствовала Какого-то негативного влияния именно от нее Ну, в жизни, в принципе, происходят какие-то хорошие и плохие вещи Но мне кажется, что маска не может так жестко на это повлиять Я ее, наверное, оставлю Несмотря на то, что ты, Саша, говоришь, что она проклята Да я не говорю, что она проклята Она просто может быть проклята Ну, не знаю По-моему, вполне себе милая маска Зерк, ты серьезно ее мере сейчас собралась? Вот видишь, ничего со мной не произошло А сейчас мы направляемся в суперкрутое место Это замок Мы будем жить в замке Так что подписывайся, чтобы не пропустить новое видео И увидимся снова Пока!